Всем привет, мои дорогие, с вами Ирина Корнева, и сегодня я расскажу вам, как можно быстро и легко рассчитать алкоголь на свадьбу. Это мое новое видео по подсчету алкоголя на свадьбу. Подобное видео я записывала 7 лет назад, оно есть у меня на канале, оно было достаточно популярным в свое время, достаточно большому количеству людей оно помогло, но мы решили пойти дальше и записать видео, в котором не просто я вам расскажу, как посчитать алкоголь на свадьбу, которое действительно, я думаю, упростит достаточно сильно жизнь не только моим невестам, которые готовятся к своим свадьбам вместе с моим агентством, но и тем невестам, которые смотрят мой канал и готовятся к своим свадьбам самостоятельно. Так что усаживайтесь поудобнее и поехали. Под этим видео будет ссылочка на бот, который мы создали специально для вас, мои дорогие невесты, чтобы вы с легкостью могли почитать, сколько алкоголя вам необходимо закупить на свое мероприятие. Нажимаете кнопку «Запустить» и первым делом бот спросит вас, подписаны вы на канал или нет. Естественно, если вы не подписаны, то нужно обязательно подписаться, если вы подписаны, то нажимаете кнопочку «Являюсь подписчиком» и дальше бот предложит вам таблицу, в общем-то, по которой и происходит стандартный расчет алкоголя на мероприятии. Можно просто воспользоваться этой таблицей, взять лист бумаги, ручку и посчитать алкоголь на ваше мероприятие, а можно пойти чуть дальше и сделать это автоматически. Итак, как это сделать? У нас есть три варианта расчета. Это быстрый расчет, точный расчет и самый точный расчет. Давайте начнем с быстрого расчета. Я вам все покажу и потихонечку дойдем до самого точного расчета. Итак, быстрый расчет. Нажимаете, и вам бот выдает первый вопрос, в каком месяце вы планируете сделать свое мероприятие. Почему этот вопрос важен? Потому что расчет зимой отличается от расчета летом. То есть если у вас свадьба, ну даже не зимой, а в холодное время года и в теплое время года. Если у вас свадьба условно в апреле, то расчет будет один. Если у вас свадьба в августе или в сентябре, то расчет будет другой. Ну хорошо, давайте предположим, у нас свадьба будет в августе. Количество гостей, спрашивает опять же у вас бот, какое количество гостей. Количество гостей вы планируете пригласить 50, предположим. И дальше вам нужно будет подождать, и чтобы бот рассчитал вам, какое количество алкоголя вам нужно закупить на вашем мероприятии. Крайне важно подождать, потому что я частенько слышала комментарии от невест, которые пользуются другими нашими ботами, например, по подсчету свадебной сметы, что бот выдает неправильную цифру, а все дело в том, что просто невесты несколько раз нажимают на разные цифры, и сначала они нажали одно, потом нажали другое, в итоге бот выдает совершенно не то, что изначально запрашивала невеста. Окей, мы подождали, и вот нам бот выдает, что шампанского нужно закупить на 50 гостей. Самое главное, проверяйте, чтобы здесь цифра соответствовала, чтобы действительно здесь было 50 гостей. На 50 гостей в теплое время года следует купить шампанского 17 бутылок, красного вина 12 бутылок, белого вина 18 бутылок, потому что белое вино лучше пьют в теплое время года, нежели в холодное, а в холодное время года, наоборот, красное лучше пьют. Крепкого алкоголя 30 бутылок, вода с газом без 100 бутылок, здесь рассчитывается обычно 50 на 50, то есть 50% с газом, 50% без, либо 60 на 40, да, если вы понимаете, что у вас очень жарко будет в две мероприятия, например, плюс 30, то лучше возьмите больше воды без газа и меньше с газом, 60%, ну, соответственно, 60 бутылок без газа и 40 бутылок с газом. Кола в стекле, 83 бутылки, почему в стекле? Потому что, ну, есть ресторанная этика и, в принципе, этикет, да, определенные правила этикеты, и лучше, когда все-таки напитки стоят в стекле на столе или там на постановочных столах, почему? Потому что если морсы, соки можно перелить в графины, да, то колу, конечно, никто в графину переливать не будет, поэтому лучше закупать все-таки колу в стекле. Если у вас есть гости, которые точно будут пить виски, то кола 100% понадобится. Ну, и, в принципе, если гости пьют, любят пить колу, то, понятное дело, что колу нужно будет закупить. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что крайне важно перепроверять, верно ли он внес количество гостей. Да, потому что, ну, все-таки это машина, это робот, и он может там где-то, там, сигнал не дошел, еще что-то, поэтому лучше перепроверять. Дальше нажимаем пересчитать с другими данными. Например, вы уже сделали какой-то небольшой опрос у гостей или отправили ссылку на сайт приглашения, и какая-то часть гостей ответила, что они предпочитают в день вашего мероприятия пить определенное количество людей, предпочитают пить крепкий алкоголь. Тогда нажимаем точный расчет, и здесь уже у нас появится чуть большее количество вопросов, которые следует учесть при расчете алкогольное мероприятие. Месяц у нас не изменился, допустим, у нас август, количество гостей у нас по-прежнему 50, да, 50, но здесь уже появился дополнительный вопрос, сколько из 50 гостей предпочитают крепкие напитки. И, допустим, вы опросили гостей и услышали, что из 50 гостей 15 человек предпочитают крепкие напитки. 15, да. Дальше у вас будет еще один вопрос, будет ли у вас фуршет или прогулка. Если у вас планируется фуршет, например, да, то есть гости приедут заранее на мероприятие, у них будет там 30 минут или час, ну, чаще всего это час, все-таки час фуршета, пока гости ожидают вас, пока невеста делает перемейк, возможно, да, или пока жених с невестой находятся в ЗАГСе или на какой-то прогулке, то, естественно, здесь нужно нажать кнопочку «Да, будет фуршет». Если у вас планируется прогулка, точно так же, да, то есть вы планируете, что вы поедете вместе с гостями, гости будут вместе с вами, или гости приедут в ЗАГС за какую-то часть времени, тоже проведут с вами, то нажимайте, опять же, «Да, будет прогулка или фуршет». Если у вас не планируется прогулка, но будет фуршет, нажимаем все равно «Да». Если у вас не будет фуршета, но будет прогулка, тоже нажимаем «Да». Если у вас не будет ни того, ни другого, то нажимаем «нет». Хорошо, нажимаем, допустим, «да», у нас планируется прогулка или фуршет, да, мы планируем, что какое-то количество гостей приедут на фуршет заранее, и далее, опять же, ждем, чтобы бот верно все подсчитал. Главное подождать и больше ничего не нажимать, не менять месяц, не менять количество, просто подождать. Дальше перепроверяем, опять же, вот эти цифры, да, смотрим, чтобы здесь было 50, и здесь 15 человек, которые предпочитают крепкие напитки. И смотрим, что нам посчитал бот. По шампанскому 17 бутылок, по вину белому-красному неизменно осталось 12 бутылок красного, 18 белого, но по крепкому алкоголю, как вы видите, у нас цифра изменилась, да, то есть мы понимаем, что у нас 15 человек ответили, что они предпочитают крепкие напитки, соответственно, нам нужно будет закупить не 30 бутылок, да, как изначально мы считали, а нужно будет закупить всего 12 бутылок крепкого алкоголя на мероприятие. Ну, та же история абсолютно с водой, с колой, с соками, морсами, здесь ничего неизменно, потому что, ну, в случае с водой, соками, морсами и так далее, вряд ли человек ответит, что, вы знаете, я, наверное, в день вашего мероприятия выпью две бутылки воды с газом, больше ничего пить не буду, потому что здесь всё-таки расчёт, ну, расчёт таким образом не ведётся, потому что есть много факторов, которые влияют на то, сколько человек будет пить воды, соков, морсов и любых безалкогольных напитков. То есть если будет очень жарко, если будет плюс 30, то человек точно не ограничится двумя бутылками воды без газа. Если будет прохладно, то, возможно, он, наоборот, не будет пить абсолютно безалкогольные напитки. Поэтому здесь влияет фактор погоды, фактор места, где будет проходить мероприятие, наличие кондиционеров в зале, ну и так далее, там множество факторов. Поэтому можно ориентироваться на этот расчёт и больше даже голову насчёт этого не ломать. Хорошо, если, допустим, мы хотим пересчитать с другими параметрами, поменять количество гостей, поменять количество гостей, которые предпочитает крепкий алкоголь, то, опять же, мы можем нажать кнопочку «пересчитать с другими параметрами» и сделать пересчёт. Что такое самый точный расчёт? Это вариант, когда вы опрашиваете детально каждого человека, что точно человек планирует пить в день мероприятия, какие напитки точно планирует человек пить. То есть если человек отвечает «я буду 100% пить красное вино», вам не нужно уже ломать голову, вы понимаете, что вы на этого человека закупаете условно бутылку красного вина. Если он планирует, что «я точно буду пить крепкий алкоголь», значит, вам, опять же, не нужно ломать голову, просто вот по этой табличке закупаете человеку крепкий алкоголь. Всё, в общем-то, на этом всё, и у вас будет точный расчёт по алкоголю. Но без алкоголя напитки вы также ориентируетесь на вот этот вот точный расчёт, который мы с вами делали до этого, да, ориентируетесь на те цифры, которые рассчитывал вам бот до этого. Что есть помимо расчёта, да, вот в этом боте? Есть ещё ссылочки на другие боты. Например, если вы не знаете, в какую цифру может вам выйти организация мероприятия, сколько нужно денег на свадьбу, то вы нажимаете на кнопочку «Сколько нужно денег на свадьбу», бот за вас всё посчитает. Дальше «Как сэкономить» на организации свадьбы тоже есть отдельный бот. Вы можете нажать кнопочку «Посмотреть видеоуроки, как можно сэкономить и получить ответ на вопрос». Дальше есть кнопка «Документы для организации свадьбы». Если вы организовываете свою свадьбу самостоятельно, и вам нужны какие-то договоры, договоры с площадкой, договоры с фотографом, ведущим и так далее, это всё есть вот здесь, в этой кнопке. Также можете нажать и воспользоваться документами. Если вы хотите пойти в сторону организации мероприятий, хотите стать свадьбным организатором, тоже есть отдельная кнопка, отдельный бот с видеоуроками. Тоже можете пройти, нажать кнопочку «Посмотреть видеоуроки». Ну или если вам хочется купить дневник невесты, вот этого красавчика, который помогает также организовывать мероприятие, то можете нажать кнопочку «Купить дневник невесты», и мы вам ответим и отправим дневник невесты. Вот таким вот образом я уверена, что этот бот действительно вам поможет в подсчёте алкоголя на мероприятия. Это будет минус одна головная боль, абсолютно в этом не сомневаюсь. Всего хорошего. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. И пользуйтесь, пожалуйста, на здоровье. Пусть у вас будет самая продуманная, хорошая и организованная свадьба с абсолютно точно посчитанным алкоголем на вашем мероприятии, чтобы не пришлось потом там целые ящики, там несколько ящиков шампанского, соков, морсов, колы, алкогольных напитков хранить на балконе. Всё. Корнева и Ринда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова